Итак, с вами Добгэм, продолжаем играть за Священный Советский Союз Шамбалы под предводительством аватара Красного Махатмы, Ленина Переродившегося. Если вы тут впервые обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем захватывать наш, конечно же, национальный Китай. Поехали. И Люксембург замирился со всеми странами. Очень странно, почему именно Люксембург? Ну, мы теперь понимаем, что он на самом деле правит этим миром. Да, Люксембург просто взял и замерился со всеми. Как? Я хуй его знает. Ой, мы можем принять национальное лидерство Китая. Да, Ленин и не такое может. И смотрите, как Кунь-Минь. Кам. Ладно. Ребята эти капитулировали. Пора. Пора добивать и все. Кстати говоря, мы смогли пройти к Индокитаю, с которым мы воюем уже очень давно, 10 тысяч лет. И, наконец-таки, мы с ней встретимся. Они такие, наверное, думали, что, ну, поинжерельной не будет. Мы просто посидим в войне, она просто закидывает Ленин Лиза. Тут внезапно появляется Ленин, и он ведет свою армию на Индокитай из Китая. Поистине пугающее, я думаю, зрелище. О, я вот и цинь капнул. Собственно говоря, чего и стоило ожидать. Давайте третью уже агрессивно ставим, чтобы добивали все, что только движется. Что не движется, двигали и добивали. Но и тут останется совсем немного. Надо еще Гуанжоу капнуть. А, ну ладно, здесь каждая страна, это как бы великая держава, так что особого смысла, что другое нету. А, можно потребовать Пунь-Тянь подчиниться? Давайте попробуем. Будет очень забавно, если они согласятся. Тут, кстати говоря, уже потери какие-то, наверное, веселые набежали. От нас, на самом деле, не такие большие, хотя относительно полмиллиона, я думаю, мы уже так... Даже, тире, может, 1600-1700 мы подсобрали уже, потеряв казуальные 93 тысячи. Ребята уже становятся прям супер-ветеранами. Хуансийская клика тоже отправляется к остальным. И остается совсем чуть-чуть добить. И ребята отказываются. Будет активировано. А, все, у нас теперь можем по кнопке просто на них напасть. В принципе, и до этого могли. Особо ничего не поменялось, но пускай. Будет. Немножко нашу армию реорганизуем, чтобы как-то уже поточнее им действовать. Здесь у нас на севере очень много лишних войск находится. После чего, я думаю, закончим нашу операцию. Получаем, кстати говоря, всю промышленность себе напрямую. В управление, все ресурсы, весь онлайн-пауэр. Кстати, я бы, наверное, уже немножко подзакрыл нашу экономику, потому что, ну, ресурсов у нас очень много. Покупать их в данный момент как-то не хотелось бы лишнего. Так что да. Бафы, тем более по исследованию, мы уже все, что надо. Нам плюс-минус исследовали. Бафы уже и так неплохо. И, в принципе, смотрите, вот эти войска уже могут начинать наступление. Здесь тоже я не вижу смысла оттягивать. Тоже пускай наступают. Перебрасываем еще дополнительно авиацию, где это необходимо. Гуанчжо капнуло. И сейчас капнет, я думаю, и Гаминдань. Sorry, little one, как говорится. Но вы должны пасть, чтобы Ленин возвысился. И сразу за падением комитания падает все здесь. И есть такой классный нюанс. Это все наши национальные провинции, поэтому забираем мы все просто супер дешево. И буквально за один ход мы реально забираем все. Вообще все. Ноль шансов у кого-либо забрать у нас хоть какие-то провинции. С такими претензиями, с такими нацпровками. Я так понимаю, в Фентяне, да, только претензии. Претензии, а национальные территории очень сильно удешевляют мир. Добьемся вот здесь вот сейчас тоже мира, скажем так, и на Фентяне. И наши враги готовятся к войне. Да, конечно, они не будут сидеть просто. Смотреть, как мы у них все забираем. Они попробуют у нас что-то отбить. Мы им ничего не дадим. 60 миллионов жимен-повар. Прелесть какая. И я думаю, как раз пора бы нам уже готовить, наверное, дополнительные дивизии. Мы, кстати, еще захватили кучу снаряжения. Плюс мы производим кучу снаряжения. Прелесть. Даже я не знаю, на что уже тратить наши, кстати говоря, заводы военные. На самом деле, мы могли бы уже давно танки делать, но это куча исследований. Я думаю, мы уже закончим эти войны и, в принципе, игру без танков как-то. Ну и с поддержкой авиации наша армия здесь просто разрывает. Для Китая еще видно другого эскута и быть не могло. А мы уже скоро докачаем основные техи, которые дают нам атаку. Как раз таки станет вообще шикарно. Смотрите-ка, Фонтянь объявляет нам войну, но мы к этому более чем готовы. И просто сами сейчас переходим к наступлению буквально сразу же. Наступление ТЭД. Смотрите-ка, Вьетнам сам что-то нам вредят, но... Я не думаю, что они способны нам хоть что-то сделать. Деплоим еще побольше авиации, прикрывать вот эти регионы. И чуть-чуть штормовиков можно отправить тоже на поддержку. Смотрите, тут какие-то гуки поспаунились у нас в тузах. Ну ничего, ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Хотя они нам сруинят снабжение, это правда. Достаточно оперативно. Мы восстанавливаем здесь контроль. И восстанавливаем сейчас ЖД. Чуть-чуть надо подождать, но наши войска очень скоро получат свои патроны. Как говорится, недостатка боеприпасов у нас не будет. Но я совсем не смотрел сюда, а тут уже все тоже шикарно. А, кстати говоря, это получается защитная война, из-за чего Япония даже ничего и не делает. Как бы мы их даже и не атаковали, честное слово. Как бы я сам не собирался нажать атаку. Япония, вам незачем вмешиваться в этот конфликт. Если говоря, вижу огромное количество войск России, кстати. Вспомни Японию. А вот и она. Ну, не сможет она ничего сделать особо. Как будто лучше было и не вступать в войну. Мы теперь получим еще дополнительные сети территории. Есть только нюанс в виде Сяома, который нам теперь надо тоже завоевать. Но, как будто что-то плохое. Присправляем, берем порт Артур. И, в принципе, в Дянь тоже там пушим. Сейчас, наверное, не будут высаживаться к нам, но удачи. Японцев здесь ждет только боли и страдания. Кстати, смотрите, Косманская Федерация смогла победить Иран. И теперь осуждаем, конечно, эту страну. И теперь мы сможем... Ладно, мы ничего не сможем. Они смогут перейти на наступление, на самом деле. Теперь у бота один единый фронт. У него шансы очень хорошие. Тут промышленность неплохая. Хотя в Египте тоже. Но осман должен был на дистанции побольше напроизводить. А вот и Япония. Здорово. Там хотели что-то кому-то помочь. Теперь вам самим нужна помощь. Наши 54 дивизии просто казуально спавнятся. Говорится, здорово. И будем мы готовить, я думаю, уже к войне с Россией. Скорее всего. Здесь я также возьмусь эксперта по делегации. Чтобы побольше дивизий под одним фельдмаршалом иметь. И мне тут недавно игра сказала, что началась вторая японско-китайская. Но есть нюансы. В войне нету никакого Китая. Кстати, я, наверное, вот сюда тоже отправлю все-таки армию. А то мне как-то не нравится, что они так проникают в нас. Это не слишком красиво. Учитывая, что у нас огромная армия и все. Такое. Ну, сейчас мы с этой стороны, по идее, должны себям капнуть. Будем. По идее. Ну, вроде. И тогда должно все стать проще. Ну, да, давайте не стесняться и нормально сюда армию высылать. И тем временем мы полностью освободили Корею. Но здесь вот, да, микро-проблемы. Потому что, ну, да, черт возьми. Я не был готов к тому, что у меня здесь высрится несколько десятков солд. Этих дивизий. Но ничего такого, с чем мы не могли справиться, если честно. Ну и что? Происходит тибетский зажим доп-добами. Мы сейчас здесь их подожмем. Тут добьем. Ну и здесь я такую делаю круглую. Так, это... Опять кто-то что-то странно передал по границам. И вот получилось вот как получилось. Ну, в случае сейчас мы это все заберем себе. У нас здесь есть, кстати говоря, порт. Продает нам сюда снабжение. Так что проблем здесь у нас особо и нет. Мы сейчас устроим нормальную круглую оборону. И наши войска без проблем продержатся, пока вот эти подойдут. Ну, как бы о чем я и говорил. Здесь уже почти соединились войска. Здесь чуть-чуть помедленнее, но это горы. Потому что горы занимают время на то, чтобы преодолеть. Так, и американский союз, кстати говоря, победил в Америке. В Америке плюс американский союз. Ауф. В любом случае, да, Хью Лонг. Я не очень уверен, за кого он потом зайдет. Но в Германии здесь все плохо. Но у Франции как будто еще хуже. Они, конечно, живут пока что. Но как будто это должно скоро закончиться. Впрочем, там не только одна Франция. А что в Британии? В Британии еще есть люди. Так что ладно. Но Россия уже точно вне этой войны. И она уже не зайдет. Так, а у меня здесь как-то уж очень сильно жесткий фронт получился. Давайте этой фигней займемся и сделаем какой-то, ну, нормальный. И так, нам главное, чтобы нас не затроллили в горах. Иначе будет тоже неловко на самом деле. Ну и мы, я думаю, можем нажать заново галочки. Пускай продолжает просто наступать везде. Только, конечно, нам стоит авиацию чуть-чуть подвинуть. Потому что это, на самом деле, немаловажная часть нашего успеха. Именно авиация. И смотрите-ка, нас решили с моря захватить. Дунань, высадка. Будет неловко, если там внезапно появится... Огромная армия, да? Будет очень неловко. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Конечно, они сразу отступят, но... Это из первого боя. Из второго нет. И вот они и испарились, как говорится. Японцы. В падении Бангкока... Блин, потеряли кок, там кто-то свой. А они смогли еще сюда отступить, это грустно. Ну ладно. В любом случае, я не боюсь, эти коксатэк пускай высаживаются. Мы их будем просто там вайпать. Им, кстати говоря, наконец-таки капаем до Китай. Это заняло некоторое время, как ни странно. Но здесь, да, смотрите, огромное количество дивизий. Но, к сожалению, они не успевают просто зайти в бой. Слишком уж много мы урона наносим. И сейчас будем добивать здесь какие-то остатки сопротивления. Да, вот и, собственно говоря, капитуляция. Прелесть. Причем, да, никто в альянсе с ней не состоял. Из-за чего действительно сразу буквально она и капает. И, кстати говоря, это тоже, наверное, наши национальные территории? Нет, к сожалению, нет. Но много где еще, да. И произошел Капсяма, и из него вывалились страны, которые я не хотел бы, чтобы из него вываливались. Но теперь у нас сыпь. Придется ее лечить. Ну и до Китая мы, конечно же, потихонечку будем тоже интегрировать. Японцы решили тут нажать, кстати говоря, ласт-тенд и просто испариться под ударами нашей авиации. Я не против. Еще одну высадку сделали. Ну, удачи. Кстати говоря, Япония, видимо, оккупировала Цейлон. И мы его берем под свой контроль, но, видимо, тоже ненадолго. Скорее всего, Германия опять его чудесным образом себе вернет, как и Бирму, как и вот здесь вот какие-то территории, Аланну. Ну и эта высадка точно так же обречена на неудачу. Да, Япония просто так взяла и потеряла уже 2 миллиона людей. Не жалеют они японцев. Грустно-грустно. Ну что, с этим всем, я думаю, плюс-минус покончено. Японцы, кстати говоря, почему-то все еще не хотят капитулировать. Что забавно, но это их право, конечно. Конечно, а мы, я думаю, готовимся к следующему конфликту. И этот конфликт будет, скорее всего, с Россией. Надо будет передать им немножко, конечно, наши войска дообучить. Я сказал дообучить. Прекрасно. И доделать немножко. У нас тут кое-кде, видите, есть... Ну, здесь генерал получил левел, и поэтому получил еще 6 возможных дивизий. А здесь мы от дивизии, видимо, где-то в окружении в наших наступлениях потеряли. Но ничего, это все не смертельно для нас. Я думаю, так 72 дивизии это сделаем для обороны. Нормально. Россия, в сфере, здесь очень неплохо расширилась. Турция, Иран. Ну, теперь Пирасидская империя, Афганистан. Очень уверенно они контролируют Азию. Нужно будет там тоже границы наши прикрывать, я думаю, обязательно. Ой, Россия только-только добивает дальневосточное правительство, и монархия наконец объединяет Россию. Для нас это нейтральные новости, так или иначе. Конец России от нас достаточно очень близок. Ой, начинается вторая русско-японская. Японии не хватало так. А кто, кстати говоря, объявил войну вообще? Ладно, это наступательно, да. Ну, в любом случае, не хватало счастья японцам. Держите, еще и Россия с ними будет воевать. Почему-то они все, честно говоря, не хотят капитулировать. Это странно. Как будто все условия для этого уже должны быть. То есть нету здесь никаких территорий, Фонтяни, Кореи. Почему они не капают? Хороший вопрос. Может, еще надо подождать еще больше. А мы же заканчиваем обучать нашу армию. Плюс небольшие запасы хотелось бы снаряжения также получить. Потому что у нас пока что только наоборот минусы. Я чуть раньше задеплоил наши дивизии, чтобы они успели получить опыт к войне. Остается снаряжение догнать, но это вроде как достаточно просто с нашей промышленностью. Если нам чего-то не хватает, мы просто кидаем миллион заводов. Ну что там? Делаются, кстати говоря, какой-то голос царя. Какие-то, кстати, интересные фокусы. Как будто. Может быть, мы когда-то по ним тоже сходим. В Кайзер Райхе именно, а не в Кайзер Шизе. Хотя, мне кажется, я как будто и не вижу особой разницы, если честно. Если есть какие-то там интересные пути, не знаю, вы мне на всех случаях скажите. Вдруг я что-то пропускаю. Но вроде как нет. Но продолжим мы нашу войну уже в следующей серии. Покорим Россию. Ну и на этом, не знаю, может быть еще Германия. Хотя Германия, мне кажется, и так уже умрет. Так что, ребята, с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твизискрутбуси. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.